Сколько вы уже стоите в очереди? Минут двадцать, наверное, не в очередь хорошо идёт, продвигается хорошо. Зато загораем. Если было больше пунктов, было бы лучше. Ничего. Просто постоим там полчаса, это Родина играет. С надеждой стоим, с хорошей надеждой. Раньше выборы у нас несколько пунктов открывали, было хорошо. А сейчас вот один пункт всё-таки печёт. И вся Абхазия в одном месте, так не должно быть. Вот это ошибка большая. Что они доверяют абхазскому государству, чтобы по каждому району сделать участки. Они не рассчитывали, что такая масса пойдёт, да? Сколько людей вернулись? Мало ли что, а сейчас вот... Участок номер восемь тысяч. Участок номер восемь тысяч. Открыт в посольстве Российской Федерации в Абхазии. Голосование началось в восемь часов утра. Предприняты все максимально возможные меры для обеспечения здоровья голосующих. Выдаются на входе маски, дезинфекция рук проводится, одноразовые ручки. В помещение для голосования допускается ограниченное количество людей. Процесс идёт, как видите. Как вы думаете, будет достаточно бюллетеней? Вы подготовились? Насколько рассчитывали вообще? Мы заготовили где-то порядка более десяти тысяч бюллетеней. Надеемся, что хватит. Сегодняшний день для меня, для всего моего народа, для всех жителей Абхазии, для всех жителей мирового масштаба, это двойной праздник. Это для человека делается всё. Это человеческое мышление направляется на справедливую сторону, на справедливую дорогу. Читала все поправки, всё детально изучала, очень много послушала разных источников, послушала грамотных специалистов, именно грамотных специалистов. Так что решение принято не спонтанно. Я из Гудауты, мы всей делегацией приехали с района, с администрации, привезли людей. Как было сказано, мы всегда поддерживаем хорошие начинания Российской Федерации, сами граждане Российской Федерации. Начиная с Великой Отечественной войны, наши деды, братья, всегда мы были с Россией, остаемся и будем всегда. С содержанием поправок я знаком не подробно, но в целом знаю то, что они несут в себе и, в общем, одобряю то, что там написано. Ну а какие-то основные, можете сказать, пункты? Основные пункты, насколько знают, он запрещается членам правительства иметь имущество за рубежом. Я думаю, это будет довольно положительно. Кроме того, человек, который будет выбираться на должность президента, должен будет прожить определенный срок на территории Российской Федерации. Кроме того, там довольно много социальных мер поддержки населения. Я думаю, что все это будет полезно. Я пришла проголосовать за российского президента Владимира Владимировича Путина, чтобы было и в России хорошо, и в Абхазии, чтобы было все хорошо. Мир чтобы был везде, и в Абхазии, и в России. Я приехала из Санкт-Петербурга, но живу здесь уже довольно-таки давно, около двух лет. Я пришла сегодня голосовать, чтобы оставить свой голос, потому что есть такая возможность, прочитала, что российские граждане могут голосовать, даже если они находятся за границей. Вот поэтому хочу сегодня внести свой вклад все-таки, чтобы его тоже учли. Для нас Конституция России все значит. Все поправки, которые сделал Путин, это все то, что нужно абхазскому потребителю. А вы читали вообще, в курсе? А то. Конечно, читала. Если бы не читала, здесь бы не было. Мы одобряем. Да? Потому мы здесь. Сейчас и пенсия будет. Я приехал, мы приехали вот за Чанчирским районом еще двадцать километров, значит, приехали. С утра, значит, здесь. Да, мы еще дальше. Спецунду. Спецунду приехали. Так что все в надежде, все в надежде, все будет нормально, мы уверены в этом. Я живу на абхазскую пенсию, не живу, а на живу на российскую пенсию. И за счет этого я пришла сюда. Мечтаю, чтобы Россия помогала нам. Все.